С 1 мая в шести районах области и Уральске установят блокпосты. Пока их работа планируется до 14 мая. В случае улучшения эпид-ситуации их могут убрать раньше. Об этом сегодня сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций. По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлабека Мустаева, блокпосты установят в Уральске, Бурлинском, Косталовском, Теректинском, Жангалинском, Шангарлауском районах и в районе Байтирек. Пока на две недели, но их работа зависит от эпидемиологической ситуации в области. За последнюю неделю уровень заболеваемости снизился на 7,2%, а за сутки зарегистрированы 153 новых случая. Однако ситуация все еще нестабильная. По словам спикера, у восьми жителей области подтвердился британский штамм COVID-19. Жителям и гостям области необходимо не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена, согласно постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан, и за исключением объектов, которые участвуют в пилотном проекте АШ. На снижение показателей повлияла и вакцинация населения. На сегодня порядка 33 тысяч человек привились первым компонентом вакцины. На сегодняшний день из поступившей партии сделано 294 дозы. На сегодняшний день из поступившей партии 13 400 доз первый компонент получили 8 862 человека. 66,1%. На данный момент картина заболевания КВИ по области неблагоприятная. Пациенты поступают в инфекционные стационары с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания. В избежание распространения COVID-19 и в целях предотвращения и ухудшения эпидемиологической ситуации по области, призывая всех к усилению профилактических мер. Со вчерашнего дня в Уральске стали работать передвижные диагностические медицинские комплексы. Автобусы стоят с 10 утра до 10 вечера в самых густонаселенных районах города. Вчера получил 150 человек, сегодня до Веда получили 100 человек. Мы сегодня планируем здесь около 300 человек делать. Вакцинация называется «Спутник В». Российское производство. Приходите, все получают вакцинацию против коронавируса. Обслуживают вакцинируемых порядка 10 специалистов. Каждый желающий может получить вакцину за 5 минут. Поликлиника, толпа очерта. Вчера сходили, там не могли получить вакцину, а сегодня вот без очередь получил вакцину в автобусе. Очень удобно, всем рекомендую. После получения вакцины есть возможность наблюдать за состоянием в течение получаса. Такие комплексы будут работать в городе по мере необходимости. Вакцина производится добровольно, на бесплатной основе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова